здравствуйте всем доброго времени суток я оксана и жизнь как она есть закончили мы комнату для гели и маши поэтому маленький обзор плохое освещение у меня сегодня поэтому цвет вы в реальности опять не увидите на улице пасмурно и лампочка не дает такого света как мне нужно нет значит получилось она небольшая комната ну я думаю что она получилась очень уютная на кроватях мне не хватает подушек но покрывала двухспальные большие поэтому сейчас немножко время у меня будет я обрежу покрывала и сошью им маленькие подушечки значит так комната получилась сиреневом темно-сиреневом цвете серебром со светлой мебелью мебель мы все переделали то бишь вся старая мебель которая была коричневого цвета даже она внутри у меня осталась такая я не стала ее исправлять вот здесь вот поцарапали уже вот такого коричневого цвета была мебель поэтому мы только сделали фасад ну наверно в целях экономии краски вот как бы мне ее показать вам полностью довольно таки высокие шкафы они стали белые вот задекорированные декупажем такими салфеточками я вчера показывала как мы это делали получились такие веселенькие шкафы папа у нас говорил что зачем им такой большой шкаф но я думаю что девчонкам всегда мало места поэтому пространство здесь достаточно ну плюс сюда занесем еще книги и все остальное сейчас пока здесь только мелочевка деле все хотела розовая поэтому когда я увидела вот эти шкатулки и вот этого фламинго сразу решила что они должны стоять у них в комнате ну а что положить в эти шкатулочки я думаю они найдут то бишь вроде бы они большие но игрушки у нас всегда присутствуют опять мое слово то бишь все извиняюсь даже сама себя поймала на этом слове значит стол стол вообще древний я даже не знаю сколько ему лет он тоже был коричневый мы его покрасили и сделали все в одном стиле то бишь на нем тоже салфеточки сделали кровати также что машину что гелену кровати были тоже коричневые то бишь коридоре еще у нас хаус идем постепенно от одной комнаты в другой вот такая комната получилась значит темные стены светлая мебель светлые шторы шторы у нас и до этого висели в этой комнате ну и как бы так они думаю что подошли сюда очень вписались очень хорошо цветочки там цветочки здесь поэтому шторы я менять не стала вот здесь может видно цвет лучше очень спокойная комната получилось пусть пространство здесь немного но все равно они весь день находятся внизу сюда приходят спать ну и делают уроки и чаще всего уроки тоже делают внизу вместе со мной хочу остановиться на одной детали в нашем интерьере то бишь вот на этой стене мне чего-то не хватало ведь она большая пустая было бы как-то не очень поэтому мы повешали сюда я не знаю картина панно посмотрите внимательно если кто посещает магазин и светофор есть такие наклеечки у них на кафель тонкая пленочка вот это она и есть тонкая пленка что мы сделали от старого шкафа разобранного вырезали по размеру вот этот прямоугольник прокрасила я его той же краской которой красила шкафы и просто наклеили эту пленку получилось такое панно картина я не знаю что это ну мне кажется вот это пятно яркое в комнате ну вот на своем месте то бишь мы стараемся делать больше своими руками конечно можно было подобрать поехать какую-то картину сюда и повешать было бы нормально но когда я увидела вот этот рисунок вот сразу подумала что он должен быть здесь также как и фламинго вот они сюда просились вот неприятно очень делать все своими руками получаешь от этого какое-то удовольствие что ли поэтому вот такая комната у нас получилось не бойтесь рисковать что-то переделывать при желании все всегда получится спасибо за просмотр и спасибо за ваши лайки спасибо за то что вы есть кто не подписался подписывайтесь на наш канал